В городе Ельце отпраздновали День Елецкой иконы Божией Матери, небесной покровительницы этой древней земли. В дореволюционное время этот день считался праздником всего города. И в наши дни его отмечают многочисленной литургией и крестным ходом, рассказывают наши епархиальные коллеги. Изображение иконы, окруженной целым сонном, небесного войска в Ельце можно видеть повсюду. Ей посвящен памятник и огромные баннеры. На иконе изображено явление Царицы Небесной, грозному завоевателю Тамерлану перед его походом на Москву в 1395 году. После взятия и сожжения Ельца, отдыхающему в шатре на горе Аргамач Тамерлану, явилась светоносная дева. Хан слышит приказ Богородицы уйти с войском из Ельца. Испуганный захватчик вместе со своей армией в спешке покидает город. Москва спасена. История явления Божьей Матери Храмому Тимуру вошла в историю государства российского как одно из самых мистических явлений. Об этом свидетельствуют и личные летописцы монгольского правителя. В память о чудесном событии написана икона Елецкая и установлено местно чтимое празднование 8 сентября 26 августа по старому стилю. Еще в 1890 году Ельчане подали в городскую думу прошение о возведении в преддверии 500-летнего юбилея явления в Ельце Богородицы храма-памятника с главным престолом во имя Елецкой иконы Божьей Матери. В 1929 году церковь была закрыта и только через 60 лет ее возвратили верующим. С тех пор престольный праздник собирает сотни людей на божественную литургию и крестный ход в память о спасении Ельца и Москвы от полчищ монгольских захватчиков. Вместе с ельчанами идут паломники из разных городов России. Возглавил крестный ход епископ Елецкий и лебедянский Максим. Много лет одной и той же дорогой через весь город верующие идут на место, где и произошло чудесное явление Преста Девы Марии. Возле Вознесенского кафедрального собора крестный ход всегда встречают ученики православной гимназии. Сейчас на месте чудесного явления Божьей Матери стоит храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Сюда и приносится Елецкая икона нашей небесной заступницы. Богослушение завершается праздничным молебном. Божья Матерь всех услышит, если действительно сверно, мы будем обращаться. Я всех поздравляю и с праздником нашего города. Радуюсь, что наш город Елец имеет прекрасный храм в честь иконы Божьей Матери Елецкой. «Величаем Тя, Пресвятая Дева, и чтим образ Твой святой. Им же дивную победу на сопротивные граду Твоему даровала Еси». Виктория Пасхишвили, Роман Петрищев, информационный отдел Елецкой епархии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова